Всем привет! Сегодня будет обзор офигенного приспособления для лазерного нивелира. Это вот такая штанга, на которую крепится нивелир, с помощью которого можно поднять его на любую высоту, сколько позволяет сама высота штанги. Всем известно, кто работает с нивелирами, что штатив, который, допустим, идет в комплекте или покупается отдельно, там высота максимальная, ну, может быть, метр восемьдесят, два, все. А если у вас потолки 2,50 или 3,10, как у меня, как отбить, допустим, уровень потолка или уровень стены под самым потолком? Либо покупать специальные построители плоскостей, которые крепятся там на стену, но они стоят денег. Либо обычный нивелир, который крепится вот на такую штангу. Здесь на ней риски. Она собирается очень элементарно. То есть выкручивается трубка. Крутанули вбок чуть-чуть, она все отпустилась и сложилась. Так же самое, когда фиксируется высота. Вот. Потом, здесь, вот это вот прикручивается отдельно, это держатель, на который одевается сам лазерный нивелир. Здесь уже, ну, барашек с резьбой. И все. И еще можно его... Там есть ход, не знаю, видно, не видно, что двигать туда-сюда. От штанги и к штанге. Вот. И вверху крепится вот такая вот лапа, так скажем, в которую вставляется сама штанга с шариком. И она, вот видите, мне потолк неровный. А штанга играет в любом положении, может быть. Плюс здесь еще стоит пружина. Вот, видите, я ее двигаю. Это для того, чтобы можно было точно подогнать высоту потолка. Вы примерно выпустили сколько, и потом зафиксировали с помощью пружины. Она чуть сжимается, и тем самым дает нагрузку на то, чтобы штанга стояла уверенно. И все. И потом отбиваете, включаете свой нивелир. И вот она полоса по всему периметру. Очень удобная штука. Они уже давно я добавил их в магазин. Их можно заказать, кому необходима такая вещь. Это заменяет целиком и полностью стандартный штатив. Штатив удобен в том случае, где нет возможности поставить штангу и упереться в потолок, допустим. А в помещениях, где высокие потолки, и где штатив просто физически не может достать до уровня и верха потолка. Соответственно, вот эта вещь, незаменимая штука. Поставляется она вот даже чехол такой интересный. Сам чехол и карман под все эти принадлежности. В сложенном виде она где-то, ну вот, высота. Это вот в сложенном виде она будет примерно такой, как вот эта вот штанга. Ну примерно вот, чуть выше. Где-то, ну чуть больше метра. А в разложенном до 3, я брал 3,20, потому что у меня потолки 3,10 максимум. Вот. Но есть еще вариант 3,80, кому интересно. И вот так вот, таким образом она стоит очень классно. Ну вот, собственно, и все. Сейчас примерно еще покажу, как она собирается, разбирается. Мне получится, надо и камеру держать. Ну вот, как она собирается, легко. Вот, вот она входит, да, спокойно. Потом в сторону крутанули, все, она зафиксировалась. Назад. И опять. Опять раз. Крутанули чуть вбок. И все, она зафиксировалась. Таким образом, она фиксируется и собирается. Вот. А эта часть, вот она снимается. Здесь такой вот шарик. Чтобы... Так, лучше видно. Так. Ну, а садится площадка эта, лапа. И ходит в разные стороны. То есть, под любую плоскость подходит практически. Вот, какой даже угол можно ее поставить. И она на пружине. То есть, когда вы... Раз. Выбрали нужный размер, допустим. Если просто взять какую-то палку, да, направляющую. То она у вас не будет стоять. Ей нужен упор жесткий. А пружина, именно, вы выпускаете чуть больше, чем сама длина. Чтобы пружина была немного напряжении. И она будет давить на пол. И тем самым будет уверенно и хорошо стоять. То есть, штука очень хорошая. Я когда увидел ее, сразу захотел себе купить. Потому что я понимал, что мне нужно будет делать потолки. Но я не знал, как отбить уровень точно. И случайно она мне в глаза попалась. И я сразу же ее купил. Стоит она недорого. Где-то 145 юаней. Это вот 3.20, которая... А 3.80, чуть подороже. 170, кажется. Так что, кому интересно, могут ее заказать себе. Ну вот и все. До новых встреч.